Итак, дорогие друзья, мы с вами в студии программы подробностей Елены Геннадьевны Царевы, заместитель председателя правительства нашей области рядом со мной. Ну, у вас сейчас, конечно, сложнейшее время. Не знаю, было ли у вас вообще простое время, как заместитель председателя правительства региона. Но, тем не менее, беженцы прибывают. Вот буквально на днях еще партия прибыла. Давайте начнем хотя бы с каких цифр. Сколько у нас сейчас беженцев у нас в области? Все ли размещены? Какое получают питание? Ну, в целом ситуация сейчас выглядит таким образом, что порядка двух тысяч на территории региона граждан Украины у нас прибывают. Это мы имеем в виду те, кто прибыли в массовом порядке, в пункты временного размещения, которые у нас развернуты в регионе, и те, кто приезжали и приезжают до сих пор самостоятельно к родственникам, знакомым, поскольку находят информацию, в том числе и в интернетах, есть даже в наши пункты временного размещения, прибывают только потому, что знают, что они у нас открыты и прибывают самостоятельно. Поэтому это общее количество у нас такое, достаточно серьезное. Около 500 детей из этих граждан прибывают. Есть и мужчины в том числе, есть граждане трудоспособного возраста. И в целом наша задача на первых порах оказать им всяческую помощь и поддержку, разместить тех, кто пребывает в массовом порядке. Мы с 23 июня уже принимаем граждан по линии МЧС. Сейчас всю эту тему курирует УФМС России. Поэтому задача в пунктах временного размещения – это обеспечить кровь над головой, обеспечить хорошие бытовые условия всеми предметами первой необходимости и питанием. Питание у нас организовано, с этим сложности у нас нет. Трехразовое питание для взрослых, четырехразовое для детей. Медицинскую помощь мы также оказываем не только нуждающимся, но и в целом. То есть как только к нам прибывают, мы в обязательном порядке медицинское освидетельство не проводим с тем, чтобы сохранить благоприятную ситуацию на территории Рязанской области. Те граждане Украины, которые… Значит, с этой точки зрения. Конечно, поскольку и прививочные кампании там совершенно разные. Мы знаем, что на протяжении последних трех лет многие не прививались от основных видов заболеваний. Поэтому, опять же, в связи с ситуацией с корью мы были вынуждены. Поэтому у нас все необходимые прививочные мероприятия проводятся с тем, чтобы мы вот эту эпидситуацию благополучно сохранили в регионе. Да, тут мы, видите, за всеми этими драмами как-то забываем про эпидситуацию, как вы сейчас сказали. Это тоже очень важно. Конечно. Спасибо вот за то, что напомнили. Хорошо. Итак, вы сказали, что где-то полтысячи детей, 500 детей. Вот как будет решаться их ближайшее будущее? Скоро сентябрь, во-первых. И в школы их надо детские сады размещать. Найдутся ли для них места? Вот как сплошают работу идти? Ну, эта работа уже ведется. И те дети, которые должны пойти в школу, они уже у нас записаны в образовательные учреждения. Более того, с 1 августа они уже ходят в подготовительные группы для того, чтобы мы их адаптировали к российской системе образования. Эта работа ведется. В детские сады у нас тоже устроены дети, порядка 40 человек. Мы понимаем, что гражданам, которые будут трудоустроены, это отдельный наш с вами разговор, мы об этом коснемся уже более предметно. Да, но те дети, чьи родители будут заняты, трудоустроены, мы, конечно, в обязательном порядке берем на себя обязательства устроить их в детские сады. Единственное, что мы понимаем, ситуация, которая есть, например, в городе Рязани с дефицитом места в детских дошкольных учреждениях, она существует. Очередь электронная, очередь прозрачная. И мы понимаем, что в любом случае мы не имеем права ее двигать просто по мгновению руки, что называется. Борваться идею как-то близко. Именно поэтому должна сказать, что граждане Украины, которые пребывают на территории Рязанской области, подчеркну, именно регионы. То есть мы сейчас не говорим об их размещении принципиально в городе Рязани, мы говорим о том, что мы их размещаем по населенным пунктам Рязанской области, там, где есть рабочие места, там, где есть в том числе свободные места в детские сады и так далее. То есть здесь вот можно говорить о том, что интересы рязанцев при этом не страдают и не задействуются. Конечно. Наша задача в том числе и принципы социальной справедливости сохранить в регионе. Ну ладно, хорошо, как быстро вы их взяли в оборот, так сказать, в хорошем смысле. Особенно вот с детьми, я думаю, будет сложнее, особенно с учетом нашего положения здесь. У нас есть сложности с получением высшего образования, надо признать, в той части, что Министерство образования Российской Федерации обозначено в своем приказе список из 15 вузов, которым разрешено на бюджетной основе принимать граждан Украины, как иностранных граждан. Рязанская область и вузы, находящиеся на территории города Рязани, не вошли в этот перечень, поскольку вот в этой связи у нас есть определенные сложности. Мы написали обращение от региона в Министерство образования Российской Федерации по конкретным вузам, где у нас есть такая ситуация. Если они будут включены в этот перечень, то сложности не будет. Если не будет, то мы, собственно говоря, понимаем, что в вузах учатся люди взрослые, совершеннолетние. Они точно также могут переехать в тот регион и получать там образование. Если это не получается, особенно если мы говорим о выпускниках школ этого года, то мы им предлагаем обучаться в наших средних специальных учебных заведениях. Ну, понятно. Ну да, это вполне логично, потому что действительно студенты – это же не малыш-первоклашка. Сейчас сам. Итак, недавно федеральное правительство выделило средства на содержание беженцев. Вот я читал об этом, но, естественно, больше всех ростовский регион получил. Оно и да, там целые городки палаточные с беженцами. Вот как к нам поступают федеральные деньги? Хватит ли их? И как они контролируются, расходуются? Надо сказать, что субсидии федерального бюджета определены, исходя из количества граждан, на отчетную дату, когда они считались. Эта дата была 22 июля. Вот на ту дату, сколько у нас граждан было, поименно, пофамильно, списком в Минрегион мы направили. И ровно эта сумма, порядка трех миллионов рублей на их содержание, пришла в регион. Вот прямо буквально на этой неделе мы ожидаем уже подписания соглашения и ожидаем эту сумму. Но надо признать, что граждане у нас проживают с 23 июня. И вот все, что было организовано в пунктах временного размещения для их бытового устройства, жизнеустройства, все это было организовано за счет средств благотворителей. И в данном случае Рязанская область должна сказать спасибо, и мы, органы власти, тоже говорим спасибо всем нашим предпринимателям, всему сообществу, бизнес-сообществу. Но именно с тем, что они откликнулись в эту трудную ситуацию, бюджетных средств у нас не было потрачено на эти цели, у нас и, собственно говоря, таких расходных обязательств не было, мы не могли себе это позволить. Поэтому только за счет средств благотворителей, содержание всех этих граждан в пунктах временного размещения у нас проводилось. Еще надо сказать, что тот сбор средств, который был организован в фонд социальной поддержки, которым распоряжается попечительский совет при Министерстве социальной защиты населения, вот в том числе из этих средств этого фонда мы оказываем и материальную поддержку гражданам Украины, которые обращаются. Частным образом мы из этих средств оказываем помощь в подготовке необходимых документов для оформления в ФМС и так далее. Ну, как-то изыскиваются средства, и, в общем-то, как все мы в деньгах не купаемся, что называется, но средства изыскиваются, а люди все поступают. Тут вот тоже такая серьезная ситуация. Теперь к взрослым перейдем. Я тоже вот когда готовился к эфиру, читал, что некоторые беженцы, ну не буду говорить многие, хотят остаться в регионах, куда приехали, потому что люди бросили все, у них нет ничего, ни дома, ничего. Останемся здесь, здесь, может, хоть поживем. Вот у нас есть такие, и как вот эти вопросы какие-то уже сейчас решаются, или только в ожидании? Ну, знаете, надо признать, что когда мы опрашиваем всех прибывших, буквально в первые дни, как они поступают, в основном все говорят, что хотят остаться на территории Российской Федерации. Тем не менее, мы понимаем, что у кого-то остались родственники, близкие члены семьи, недвижимость. Поэтому озабоченность по поводу ситуации в Украине у них сохраняется. И многие выражают желание съездить, посмотреть, увидеть, надеясь на лучшее, когда ситуация изменится. Поэтому вот этот вот мосты, что называется, не сжигают. В этой связи как раз мы четко отслеживаем, на какие виды статуса в ФМС граждане подают. Потому что самый простой вид – это на временное убежище. И в том числе правительством Российской Федерации определены и механизм выделения материальной помощи за счет средств федерального бюджета по линии УФМС гражданам нуждающимся, которые обратились именно за убежищем. Так вот на этот статус как раз в основном граждане и не заявляются, именно потому что он предусматривает в случае его получения невозможность пересечения границ Украины в течение года. А это для них важно, поэтому они идут более длинным путем, более, скажем так, трудоемким с точки зрения сбора документов, получения необходимых медицинских справок, фотографирования, перевода документов иностранного государства на русский язык. И все эти оплаты у нас тоже берет на себя Министерство социальной защиты на стеление за счет фонда, оказывает всякую человеческую поддержку. Вот это такой достаточно длинный путь, это имеется в виду разрешение на временное проживание с последующим получением гражданства, с течением. Достаточно длительного периода времени. То есть, а пока они остаются на нашей территории все-таки гражданами иностранного государства. И отсюда вот есть ряд таких законодательных препонов, которые мы просто не имеем права перешагнуть от законодательства в ряде вопросов. Ну что ж, большое вам спасибо, Елена Геннадьевна, больше вас задерживать просто не имеем права. На нас можете рассчитывать в качестве информационной поддержки и нашим властям, но и беженцам, естественно. Так что мы тоже будем отслеживать ситуацию, помогать по мере возможности. Спасибо. Вам большое спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город подробности». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова